Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и сегодня мы начинаем обзор игры My Little Pony, а мои маленькие пони – Магия Принцесс. Однажды, волшебной страной Эквестрии, оправили две сестры принцессы, принося гармонию на эти земли. Но шло время, младшая сестра пала жертвой зависти, а пони ризвились и играли днём, когда правила старшая сестра, но они спали ночью во время правления младшей. А на тот роковой день младшая сестра не стала выбирать луну с неба, когда пришло время рассвета, и провозгласила, что на земле наступит вечная ночь. Решив наказать пони, она оставила луну в небе навсегда. Однако пророчество говорило о том, что в самый длинный день тысячного года её заточения сами звёзды помогут ей сбежать. Лунная пони вновь на свободе, и её вечная тьма окутала пони биль, а его жители больше не видят света дня. А к счастью, Сумерочной Искорьке удалось сбежать. Лишь она и её друзья могут освободить пони биль и забивать их тьмы, и вновь привести свет дружбы на этой земле. Ух, а мы им в этом будем помогать. Так же ведь? Итак, мы посмотрели введение, и нам сразу дают приветственный подарок. Спасибо за игру, мы хотим сделать вам подарок. Десять тысяч монеток, какие-то кристаллы и сердечки. Отлично! Эй, а где все? Что с пони бильем? Вернулась лунная пони, и принесла с собой тьму, окутавшую пони биль. Какой ужас! Что нам делать? Нужно отстроить город и собрать элементы гармонии. Всё как всегда. Ага, итак, давайте начнём. Это, получается, мы прилетели на воздушном шаре, да? Спустились. А поблизости должен быть кто-нибудь ещё, кто мог бы нам помочь. Отдай-ка оглядеться. Отправь искорку на поиски друзей. Десять секунд, вперёд. Так, ну можно ускорить. Искорка, почему бы мне не помочь всё ускорить? Я ведь твоя правая рука как-никак. А левая рука. Так, собираем монетки. И сразу получаем второй уровень. Удивительно, действительно. Так, вы открыли новых пони. Ха, прикольно. Кажется, кто-то идёт сюда. Да это же Бон-Бон. Давай подготовим ей место для ночлега. А, Спайк, сможешь подготовить список дел? Ладно, у меня уже всё готово. Нажми на книгу и увидишь задание. Так, вот задание. Пока одно. А, хотя нет, уже не одно. Это Бон-Бон. Устроим уютное местечко, чтобы ей было где передохнуть. Давайте, заходим в магазин и покупаем место, да? Могу я передвинуть? Выглядит как отличное место для нового дома. Поставь домик для Бон-Бон в выделенной области. Хм, это может занять некоторое время. Давайте немного всё ускорим. С удовольствием. О, тоже на воздушном шаре летит, да? Прикольно. Искорка там уже на подходе. Приветствовать, Бон-Бон. Как раз тебя мне и не хватало. Лунная пони вернулась, и нам понадобится любая помощь. Лунная пони? Как раз к этому и готовилась. Улыбка. Я хочу сказать, конечно, Искорка, для чего же ещё нужны друзья? Давай обсудим это дело и разработаем план. Так. Обсудим, разработаем. Вот наше задание, да? Отправить Бон-Бон и Искорку обсудить ситуацию. Ха? Вот, можно ускорить. А я могу помочь, и мы сделаем это быстрее. Естественно, пока вот задания небольшие по времени. А когда они будут длинные, то, соответственно, уже ускорять придётся за кристаллы только. А кажется, Бон-Бон всегда знает, что делать в экстренной ситуации. Интересно, откуда? Забираем награду свою. Ладно, но сперва нужно поесть. А еду нужно где-то взять. Хм, а как насчёт мельницы? Нам нужно её для начала построить, да? Так, заходим в наш магазин. Продуктовые типа, да? И вот мельница. Мельница готова. Перемести её в выделенную область и установи. А мы могли бы справиться быстрее. В следующий раз, когда захочешь ускорить события, брось мне пару камней. А дракон должен хорошо питаться. То, чем я говорю, что потом дальше уже за кристаллы. А магазины приносят битцы, без которых нам не отстроить и не украсить понивиль. А, эй, глянь, на мельнице уже готово зерно. Собери битцы. Так, готово, хорошо. Отлично поработали. Искорка, давай поиграем, чтобы отдохнуть. Давай. Сыграть мячик с искоркой. Вот игры. Хочет поиграть, повышает уровень героя. Ух ты. Так, перейти не мяч героя, чтобы бросить его назад. Не совсем понял, ладно. Опыт Х1, Х2 мне советует, типа, второй, да? Ладно. Ловить нужно. Ой! Так, можно еще. И еще. Отлично. А, не знаю, хорошо или плохо получилось для первого раза. По-моему, нормально. Еще Х2, да? Отлично. И получается, вот я даже получаю звезду. Получите все звезды, чтобы собрать все награды. Вот и хорошо. В будущем. Обязательно сделаю. Ух, Искорка, ты так хорошо играла, что заслужила звезду. А еще заслужила награду, да? А, фух, я даже смотреть на вас запыхался. Но это было очень весело. А вот и награда за серию квестов. Что это? Лучше солнца, прогоняющее мою прекрасную тьму? Ээээ, лунная пони. Искорка отлично владеет магией. Она сможет рассеять твою тьму. Ха, да это всего лишь глупые проказы. Увидишь, если коснуться тьмы, я смогу развеять ее своей магией. Прогнать тьму лунной пони. А, это тьма, вот типа серая такая. Это тут светленькое все, а здесь серенькое. Расшириться за кристалл или за монетки? Естественно, за монетки. Вам все равно никогда не найти камни гармонии в вечной тьме. Она исчезла. Ты только посмотри, что она натворила. Этих волонов раньше здесь не было. Если мы хотим вернуть наш старый добрый пони Виль, нам предстоит масса работы. Удалить за 300 монет. Ничего себе. А, кажется, лунная пони разрушила и эту дорогу. Давай ее починим. Так, строительство дорог типа, да? Тропинка. Бем-бем-бем. Вот и хорошо. А, как новенькая. Зовите меня Спайк, выдающийся строитель. Или, эээ, ну, я не знаю. А еще нам должны дать опыта, точно. А, и доступны новые пони. Поразительно. Ладно, полетим, что у нас вокруг. Не забывай выполнять задания. Удачи. А, вы прошли обучение и заработали награду. Проверь инвентарь. А в инвентаре у нас Fluttershy. Совершенно бесплатно. Теперь я могу ставить уже их где хочу, да? Передвигать. А, ну, здесь поставлю, чтоб не мешало. Ага, там тема чуть-чуть. Ладно, потом придется перемещать. Теперь уже ускорять бесплатно не получается. Ну, ничего, мы подождем. А, вот для того, чтобы были доступны следующие задания разные. Видите, нужен там пятый уровень, восьмой, девятый и так далее. А, так, буду пока просто выполнять задания. А, можно расширяться, у меня монет хватает, да? Давайте расширить, тем более это за время, ну, некоторое время должно занимать. Как раз вот пока там строится, я тут расчищу все. Тысячу. Тысячу. Ну-ка, искорка. Да, отлично. Кучу всего расширений сделали. А, и... Так, вот следующее задание. Ох, как чудесно было бы снова свидеться с Fluttershy. Я так по ней скучаю. А вот бы нам снова встретиться. А, как раз вот пока мы читали, достроится сейчас ее домик. Пробиваясь через тьму, вы увидите вещи, которые лучше бы убрать. А вот как это. Управ их, вы очистите полезную территорию для строительства. Там можно строить дома и магазины. Не дай их красоте тебя обмануть. А парасприты — милые существа. Но жрут они все, что видят. А пока они тут, мы ничего не сможем построить. Ну и как нам их прогнать? А прикоснувшись к ним, можно скормить им кристалл. И они уйдут. А главное — дать каждому парасприту кристалл его цвета. Вот, давай их прогоним. Пока они не наломали тут дров. Так, я почему-то не понял. А, вот эти вот, наверное, да? Убрать парасприты. Пять за одну энергию. Так, надо лучше через задание попробовать. Нет, сначала все-таки встретим Флаттершай, да? Ха. Давайте встретим. Потом дальше будем разбираться. Искорка, беги. Ну? Чего ты не хочешь? Экскьюз ми? Ха-ха. Ладно. А, Флаттершай вернулась в город. Я самый счастливый дракон во всей Эквестрии. Да и вообще все существа, и большие, и маленькие. Рады ее видеть. А теперь город выглядит немного лучше. Но кому нужен пони Виль без пони? Мы должны найти всех, кто... Кого хотим вернуть. Я записал в этой книге имена всех пони, которых я знаю. Так и мы будем знать, кого еще не хватает. А некоторые пони предлагают неплохую награду, если вы соберете всех их друзей. Вот коллекция, да? А, чтобы перемещаться по коллекции, просто прокручивай ее в нужном направлении. Вот две пони я собрал. И в награду получаю еще одну, да? А давайте заполним книгу коллекции вместе. Чем больше пони, тем веселее. Так же? Эй, а вот и награда за первую собранную коллекцию. Поставим ее на видное место. А, это... Ммм... Это просто награда, это не пони, да? Нет, все-таки пони. Миссис Капкейк. Я думал, может, как статуя, типа... Капкейк. Ха-ха. Прикольно. Миссис Капкейк. Вот, тем более, она быстро строится. Так. Да, вот она летит. И уже четвертый уровень. Вау, так быстро. Доступные. Там вообще какие-то пони непонятные. Помню я, наверное, года два назад пытался записать эту игру разок. Но она так жутко тормозила, что просто невозможно было играть. А сейчас вот здорово все. Четко, без всяких глюков, без ничего. Можно даже будет поиграть. Так. А, когда-то я хотел собрать коллекцию камней, но нечаянно съел все до одного. Надеюсь, у вас получится лучше. Ха-ха. Класс. Эй, ну как там в магазине? В магазине вы можете купить любые дома для пони, а еще магазины и декорации для пони Вилля. А помните, вы можете совершать покупки за битцы или камни, которые можно заработать во время игры. Или купить за реальные деньги. А также вы можете найти эти предметы в наборах, которые продаются за реальные деньги. Веселитесь. Но реальные деньги нам не интересны. У нас детский канал, то есть нужно все делать без всяких там покупок. Чтобы было наглядно понятно, как можно эту игру проходить, ничего не влаживая у нее. Ладно, поняшки. Если вы хотите вернуть Пинки Пай и Фони Вилль, то нам нужно будет организовать классную вечеринку. И нам понадобятся пироги. Похоже на ее имя. Не так ли? Пироги Пинки Пай. Давайте соберем все нужные ингредиенты. Нам нужно собрать зерно. Для начала идем на мельницу. И как нам собирать здесь зерно? Подождите. А, оно вот через минуту будет. Хорошо. Я уже собрал его, получается. Следующая порция будет через минуту. Отлично. Это нам понадобится для хрустящей корочки на пироге. А дальше? А, так, теперь у нас точно будут хрустящие пироги. Что дальше? Эй, я ведь не спец в пирогах. Может нам стоит найти кого-то, кто с выпечкой, но ты? Хотя нам все еще сначала нужно подготовить ингредиенты. Нам нужно построить ларек с вишней. Да, мэм. Ларек с вишней. 800 монет. Так, ставим его где-нибудь здесь пока. А, подождите. А, приветствует набор. Получить невероятный набор по отличной цене. 100 кристаллов, 20 тысяч битов. Это всего лишь там, блин, вообще, не знаю. Даже 2 семочки не купишь, кажется. Ну, как я обещал, не буду покупать ничего. Хотя, конечно, заманчиво это. 15 рублей это вообще, блин. Там 20 центов или сколько-то. А, о чем это я вообще? У нас строительство идет, да? Можно завершить бесплатно, когда полминута остается, по-моему. А, мне нравятся сладости от Симикейк. Надеюсь, на мой следующий день рождения мы сможем насладиться сапфировым тортом из их духовки. Я тоже надеюсь. И вот пятый уровень. Ух ты, опять кристаллы. Какие-то свинки он. А, вы открыли алмазную шахту. Ищите эту новую мини-игру в Пони Вилле на Ик-Кантер-Лотте. Ух ты. А вот, кстати, и шахта. Активности какие-то. Алмазная шахта. И отель. Вау. А что за алмазная шахта? Ладно, я буду по сюжету пока идти. А чтобы подчеркнуть элемент радости Пинки Пай, нам понадобятся праздничные флаги для вечеринки. Пинки. А кажется, я знаю, где есть подходящие. Купить розовые флаги. В магазине. Раз. Можно поставить, да? Да давайте поставлю где-нибудь здесь на перекрестке. С одной стороны. И с другой, в принципе. Какая разница. Вот так. Всё. Ах, как много розового. Мне всё в розовых тонах. Надеюсь, Пинки Пай заметит, как жители Пони Виля ждут её возвращения. Сделано. А, вы не видели мистера Керот Кейка? Миссис Керот Кейк попросила его найти. Нам будет сложно организовать вечеринку для Пинки без его участия. Плюс Спайк уже надоел мне все свои идеи со строительством кинотеатра. Пора браться за дело. Загляните в старый чулан дома. Ух ты. А, это вот на время задания. И встретить мистера Керот Кейка. Нужно нам два фена. Ух ты. Но у меня же нет два фена. А, это в шкафу, наверное, да? А, пошарьте в буфете в Фуньвильском кинотеатре. Но дело в том, что у меня же кинотеатра ещё нет. Магазин не построен. Чтобы приступить к выполнению задания, необходимо его построить. Да. Вот кинотеатр. Пускай строится. Так, где его можно построить? Пока здесь. Так, а я пока всё-таки хочу сходить... О, что это за... Это можно... Поиграть. Яблоки указаны. Я хочу всё-таки в алмазную шахту пока сходить. Могу я вообще это делать? А, алмазная шахта. Вы получите бесплатное колесо, когда истечёт время на таймере. Также колёса можно найти в магазинах, сундуках с сокровищами, полученные в подарок от друзей, нажав на пони в коробке. Вот колёса. Пять штук. Могу играть, да? А, нажмите на экран, чтобы прыгнуть. Нажмите дважды, чтобы выполнить двойной прыжок. Соберите битцы и камни. В шахте иногда можно найти кристаллы элементов, а в глубине шахты там что-то ещё. Соберите усиление. Осторожней с алмазными псами. Запрыгивайте на них, да? Уворачивайтесь или прыгайте на них? Я вот с теми не понял. С этими монстрами. Ещё раз просмотрю. Так. Это усиление. Этих нужно на них прыгать. А вот те подпрыгнут. Всё, я понял. Так. Ну что ж, давайте попробуем. 18 тысяч очков, чтобы получить ещё одну пони. Рейтинг. Улучшить усиление. Х2. Это что? Это, наверное, за реальные деньги, да? А, щит. За 10 тысяч можно. Вот. Покупать за монетки. У меня пока монеток нет, поэтому я воздержусь. Всё, играем. Ага, Х2 это уже 12 тысяч. Нет, спасибо. А за кристаллы можно Х10 сделать. Мне пока для начала, для обучения хватит Х1. Так. О, как быстро всё. Слушайте, я вообще в шоке просто. О, её видели. Сверху так интереснее было. Так. Я забываю, что можно двойной прыжок делать. О, кристаллики какие-то. О, больше монеток собрал. Скоро начнутся, наверное, сложности. Ой. А, интересно, за бочки очки дают, если вот их как-то... Ой, ей скользко. Магнитик притягивает монетки, скорее всего. О, бочки я сбил. О, нет времени смотреть. Ого, вот она перепрыгнула. Хорошо, что я... О, серьёзно? Блин. Нет. Так, увеличите счёт, купил улучшение для вагонетки. Аааа... Мне нужно на 17 тысяч больше очков, чтобы получить награду, да? Ха-ха. Нет, спасибо. Рейтинги какие-то. Думаете, вы самый лучший машинист в вагонетке в Экрестре? Пригласите друзей и узнаете, кто лучший. Ха! Получается, я понял. Как приглашать друзей? Наверное, нужно какой-то код свой иметь, да? Это ДТП. Ладно, а что с очком активности? Еще отель есть, но с этим все позже. Ого, быстро. Так, как шум. Гам, голова кружится. Надо прилечь. Это у меня было задание сыграть алмазную шахту, да? Оно было еще не активировано, так как ты ее сыграл, то мне вот уже ее зачитали. Так, дальше. А, уф, гонять на вагонетке не так уж и просто, особенно для такой стильной пони, как я. Но терпение и труд все перетрут. Так ведь гласит древняя поговорка. Наберите тысячу очков в мини-игре алмазная шахта. Ладно, мне немного не хватило, а в следующий раз сделаю обязательно. А пока вот завершу задание. А, еще раз нужно в чулан заглянуть, да? И нужно вот построить кинотеатр. А в нем... Подождите, вот. А в нем, а в нем, а в нем. Вот, назначить. Пошарьте в буфете. Тоже 26 секунд. Ладно, шанс там какой-то. Так, а что вот здесь? А, это вот предлагают купить. Да, цены такие, там, две тысячи рублей, три тысячи рублей, да? А здесь всего 15. Так руки чешутся это сделать. Может сделать? Ладно, не буду. Так, забрать. Опять специальное предложение. Да что ж такое? А, смотрите, шкафы дома. Забираю. Вот, получаю этот фен. Вот он. И теперь могу уже спокойно... Встречать, да? Вот. Конечно, хочу. Вот он летит. Мистер Капкейк. Давайте его поприветствуем. И заберем за это награду. Отлично, теперь семейство Кейк поможет мне приготовить кексы для киномарафона. Ой, я хотел сказать, что рад, что он уже здесь. И поможет мне с организацией вечеринки. А рекламу можно посмотреть и получить в два раза больше монет. Но вот это другое дело. За рекламу, конечно же, можно удваивать это все дело. Получать бесплатно. И т.д. и т.п. Так, давайте пройдемся по списку. У нас уже есть полно сладостей и друзья, которые встретят Пинки. Кажется, мы готовы к вечеринке. А как раз вовремя. Мне только что сказали, что Пинки Пай уже направляется к нам. С нетерпением жду. Встретить Пинки Пай. Нужно два колпака вот этих вот, да? А те их взять. Репетируйте ее любимые песни. Для пения хором. И подготовьтесь к пикнику дома. Вот так. А ускорять нужно 30 секунд ждать, да? Так, а вот получается еще разные игры есть. Бонбон хочет поиграть в сбор яблок. А давайте попробую. За это ж мы... А, вот она же собирает колпаки. Забрать. А ну-ка, шанс. Получил колпак. Давайте все-таки я сыграю в этот сбор яблок. А собирая яблоки, пока они не упали на землю. А нажимая на левую или правую часть экрана, не собирайте нелые яблоки. А? Ну, естественно, можно x2 за рекламу, да? Так, получаю награду. И пробую теперь сыграть. А вправо, влево. Ой, как тяжело. А, просто нажимать. Нет, я на эмуляторе играю. Я не могу так вот быстро бегать. К сожалению. Получается, то гнилое яблоко. Так. 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 Если они рядом, то еще ладно. А вот в другую часть экрана переместиться мне тяжело. Ну, счет, конечно, совсем небольшой. Сколько я заработаю? А, ну для одной звезды хватит, видите? А, получите все звезды, чтобы вставать в коллекции награды. Отлично. Разберусь в будущем, как это все дело исправить. Так. Ну что ж. У нас там практически все готово, да? Надеюсь. До встречи. Нет, нет, нет. Еще нужно, да? Один колпак. Забрать. Забрать. Ай, колпак. Да, сделался колпак. Вот видите, попался. Вот и здорово. Теперь у нас все готово. Переходим в магазин. И встречаем Пинки Пай. Да, конечно. Там он как ящик какой-то лежит. Монетки получил. Хорошо. Привет, дорогая. Тебя все ждали. Этот мистер так танцует прикольно. Так. Флаттершай хочет поиграть и так далее. Так, ладно. Ура, Пинки уже здесь. А вместе с ней в Пони Вилле будет царить веселье. Награда такая крутая. Три кристалла. Куча звезд. И монетки, да? Ух, вот эта вечеринка. Все для меня. Конечно, Пинки Пай. Мы так рады, что ты вернулась. Ребят, вы просто лучшие. Мы знали, что ты будешь рада вечеринке. Ты же поняла, что мы хотели показать, что возвращаться сюда безопасно. Но вечеринка вечеринка, и нам надо подумать, как вернуть всех друзей и победить лунную пони. И кого мы будем искать дальше? Давай отыщем Эпплджек. Нам нужна такая честная и трудолюбивая пони. Отлично. Но сначала предлагаю хорошо повеселиться на вечеринке. Прикол. Шестой выбор. Ничего себе. Так, ну что дальше? Не знаю, что сделала Пинки, но Бон-Бон выглядит счастливой. Не так ли? Повысить уровень Бон-Бон до одной звезды. А я же, кстати, это уже сделал, да? Вот только что сыграл как раз в эти яблоки там или что? Вообще, всем советуют рекламу, если возможно, удваивать за рекламу. Почему бы нет? Бесплатные денежки. Мелочи приятны. А пони продолжают возвращаться в пони-виль. И тут становится тесновато. Надо бы расширить жилые массивы. Задание расширить территорию. Так, ну что ж. Денег у меня для этого хватает. Всего хватает. Но делать это я уже буду, к сожалению, наверное, в следующем нашем выпуске. А... Время не резиновое. Буду с вами прощаться. Надеюсь, не надолго. А если вам понравилась эта игра, то поддержите это видео своими лайками. Обязательно скоро выйдет продолжение. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.